Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения, с вами Рэй, мы продолжаем играть черепашки, ниндзя легенды, и у нас закончился турнир, и я забираю свой приз. Да-да, ребята, у меня, как вы видите, Лига Мастер, и я в одной звезде. Ну ладно, давайте смотреть, что нам здесь выпадет. Фух, так, 8-4 стоит у нас сюрикены, 40 ДНК на Армагона, это вообще великолепно, 90 золотых осколков и 55 платиновых. Слушайте, ребята, еще одна неделька, да, и если мы также получим такой же ревард с вами, то будем кого-то переводить в платиновый ранг. Еще у нас есть, как говорится, недель для того, чтобы проголосовать, тоже это все-таки будет. Очень много голосов, ребята, я даже не знаю, как я буду подсчитывать, будет подсчитываться, ребята, каждый лайк под каждым комментарием, там тоже. Если там 6, например, лайков, то, значит, соответственно, 6 голосов отдается определенному персонажу. Ну что же, мы с вами, пожалуй, приступим. Так, задания я уже сегодня выполнял, потому что, естественно, ребята, чтобы в Лигу Сегунов, точнее, в Лигу Мастеров попасть, мне пришлось выполнить все задания. Я даже докупал, честно говоря, откаты, у меня было 1000 бакинских, грубо говоря, я 700 потратил. Да-да, очень жестко было, но все-таки я сохранился. Была у меня 70-я позиция, может быть, потом меня, конечно, не скинули маленько, но тем не менее. Цель, которую я оставил для себя, я ее здесь... О, йоу, йоу, ребята! Точно, мы же с вами, мы же с вами получили золотые осколки. Причем в том количестве, чтобы можно было нам перевести одного из наших персонажей, да, с серебряной, так скажем, серебряного ранга в золотой. А вот кого переводить мы будем, это, пожалуй, я оставлю за вами. Да-да, ребята, именно за вами мы будем также собирать голоса для того, чтобы вы мне писали кого. Мне почему-то кажется, что это будет либо Монда Гека, либо Бакстер Муха. Кстати, некоторые писали и про Крипа, тоже было такое дело, про Саблезуба тоже не забывали. В общем, ребята, пишите, и опять же, кто у нас победит, тот и перейдет в золотой ранг. Ну, а мы с вами, как всегда, по стандарту будем сегодня приступать именно с турнирной арены. И как мы видим, что у нас будет разыгрываться Рафаэль Космос, да? Рафаэль Космос мне тоже, ребята, нужен, я не буду против ДНК на него. Тем более, если я не ошибаюсь, а я могу ошибиться, давайте-ка посмотрим. Рафаэль Космос, я знаю, что он у меня есть, но я не знаю. Так, это у нас Микеланджело, вот, Рафаэль Космос. Слушайте, ребята, если мы с вами пройдем, да, даже хотя бы те же самые 40 осколочков получим, я его смогу перевести только лишь в третий бронзовый ранг. Но, тем не менее, это уже будет хорошо, потому что этих персонажей просто так не найдешь. Ух, что же, ставим, как говорится, для себя определенную цель и будем к ней двигаться. Так, давайте-ка мы еще с вами зайдем в магазин, потому что у меня, как видите, есть 17 тысяч сюрикенов, и мы, наверное, хм, и мы с вами ничего покупать здесь не будем, потому что все у нас это есть. У нас есть и Крис, у нас есть и Кирби, так что отдохнут пока. Но зато у нас, ребята, 129 осколков, а мы с вами, как помните, собираем на Донателло Космос. Поэтому давайте. Ага. В следующий раз, да? Ну, завтра, предположим, я куплю еще, ребята, 3 осколка, это будет у меня 49 из 70. Ладно, потерпим. Так, по жетонам у нас все кисло. Ну что же, все, давайте, наверное, приступать с вами к турниру. Турниру. Ну, к турниру вы поняли. Так, и у нас, кстати, на испытаниях будет, смотрите, что классическая бойня и девичья сила. Давайте мельком, ребята, глянем, кого мне тут дадут. Так, 81, 81, 60, ну и, предположим, будет 45. В принципе, ребята, неплохо. Рафаэль и Леонардо, ну, вдвоем они здесь далеко пройдут. Так, а давай посмотрим, кого нам дадут на втором испытании. Дадут кого-нибудь классного? О, ребята, а тут всю имбу мне дали. Всех моих персонажей. Мощных. Так что все, как говорится, у нас впереди. Но этим мы займемся в следующей серии. А сейчас мы с вами будем проходить турнирную арену. Нам нужно с вами стартануть, рвануть как можно дальше. О, смотрите-ка, ребята, тезка Алексей. Давайте-ка, наверное, с него, пожалуй, и начнем. Двенадцатый и тринадцатый левел тут у него у врагов. А я тогда возьму вот этих своих двадцатничков, так скажем. И будем потихонечку разгребаться с этим делом. Так, ну что? Бакстер. Давай попробуем, наверное, массовую атаку сделать. Пускай она пойдет им на пользу. Угу. А если вот так вот? Так, минус Бакстер, ребят. Соответственно, мы сейчас, наверное, и Би-Бопа уложим, я так думаю. Ну, падай. Упал. Так, Эйприл пинка дает. Я думал, она будет хиляться на самом деле. И дообивочный. Все, ребят. Ну что же, мы с вами поехали дальше. И причем будем сейчас очень быстро продвигаться. Потому что лига только-только-только вот началась, ребят. Буквально пару минут назад. То есть еще не успели здесь народики вырваться вперед. Но также не забываем, ребят, что мы можем быстро потом и слететь. Что же. Марцелло, я думаю, да, давайте, наверное, с него начнем. Тут 15-й, 16-й, 18-й уровни как раз для нас. И возьмем вот этих вот ребятулечек. Погнали. Давай, наверное, приступим с карайки. Да, раз у нас повышенная атака по ней идет. Так, не пробили маленечко. Ну все, это будет месть. Так, минус карайка. Эйприл тут пинка дает. Но, как говорится, ничего. У нее не выходит, не получается. Выстрел. Это массовый, оказывается, выстрел у Роксади. Давай попробуем. О, шикарно. И пробивной от Леонарда. Упс. Ну, это и понятно, ребят. У него этот скилл не прокачанный вообще, понимаете. Поэтому ни такого эффекта, как говорится, суперсильного ожидать у него не стоит, конечно же. Но, тем не менее, мы с вами здесь прошли. И я думаю, что мы сейчас еще с вами перепрыгнем в ранги. Смотрим. Да, ребята, воин, три звезды. Все отлично. Девяностая позиция. Но это, опять же, еще раз повторю, ребят, все, самое начало. И здесь уже у нас по четыре бойца. И возьмем мы, наверное, с вами... Хм... Давай, наверное... Блин, Марцел, вот как, ребята, он может быть только что с ним дрался. У него были бойцы намного слабее. Сейчас у него вот такие. Ладно, фиксим. Давайте еще разок попробуем с ним подраться. Тут уже 21 уровень идет. Ну, мне-то на это плевать, потому что у меня здесь 30 уровни, да? И я думаю, что никаких проблем с победой здесь быть и не должно. Почему Кужеголовый так странно бежит, интересно? Я только сейчас на это обратил внимание. Как какая-то жаба, елки-палки. Так, секунду, секунду, секунду. Давай, наверное, просто сами забомбим. Ага, забомбили. Так, не надо критовать, не надо ускорять. Но он все равно сделает, ребят. Он все равно это сделает. И попробуем все-таки добить. Отлично. Дальше выстрел. Ну, Рокследи, как ты долго ищешь свою пушку, е-мое. Оу. Магмант практически приплыл. Да, ребят, ему сейчас будет хана. Ну-ка, давай вот так, пробивным. Чпок. И теперь... Не, я, наверное, буду разбирать именно Бакстера. Я, конечно, не уверен, что у него есть массовая атака. Но проверять это, честно говоря, не особо хочется. Ну, и Монда Гека здесь, извините, ребят, у нас просто на растерзание моим ребятам достался под концовку. Да, идеальная победа. Другого я даже и не ожидал. Ну, чего вы хотите, ребят, на 10 уровней мы выше его. Хотя, опять же, бывали, помните, такие моменты, что и на 10, и даже на 15 уровней, да, а тебя персонажи разбирали. Так, мы с вами в элите уже одна звезда. Быстренько мы с вами летим. Еще хорошо, знаете, чем, ребят, когда ты выше сразу же по рангу пролетаешь? Ты, когда проходит определенное время, собираешь реварды, да? Ну, вы помните, на главном экране. Так вот, реварды там же тебе дают. И могут какого-нибудь там персонажа ДНК дать, да? Но самое главное, что там дают деньги и монетки, ребят. Вот что самое главное. Деньги и монетки. Для меня они очень значимы. Так, ну что же, Леонардо здесь, да, Рафаэль. Почему-то они начинают первыми ход. Ладно, давай-ка Лео покажи им. О, слабовато как-то. А ты с Шенигами сможешь пробить? Не смогла. Ладно, хорошо. Я надеюсь, мы, ребят, все равно здесь все-таки победим. Да что такое Рокул, е-мое? Блин, ну, естественно, от Хилл. Конечно же, как же без этого? Но вы видели, да, ребята, Хилл у Леонардо очень слабенький. Не прокачанный. А мы теперь сделаем массовую атаку от Донателла. Угу, меткость поднижали. А, вот оно что, ребята. У Роксу не стоит контратака. Это плохо. Блин, неужели сейчас будет какая-то возня, по-моему, мне кажется. Так, пробили, якобы. Так, Рокул, давай. Е-мое, я боюсь, ребят, сейчас мы здесь с вами сплавимся, наверное. Проиграем. Уж больно как-то долго у нас здесь идет вся эта вознюка. Ага, бомбанули. Так, шенигами у меня, ребята, ушла в невидимость. Лео Космос получил. Да ее просто, ну, пробей. Вот. Так, ребята, остается у нас Рокс, где давай бомбанем. Но у него контратака стоит. Сейчас будет бомбить в ответку. Ты понимаешь, да? О чем речь идет. Рокул, ты, главное, стой у меня. Не падай, пожалуйста, родной. Не падай, не вздумай. Так, меткость понизили. Ладно. Так, все равно, ребята, у нас инициатива будет получше, чем у него. Но, ау, щет. Опасно так вот, ребят, позволять ему бить лишний раз. Но, тем не менее, мы здесь выиграли. И никто у нас не упал. Слушай, ну, Рокул какой-то тоже ватненький. По крайней мере, его бомбили, бомбили. И зарулиться у него было вообще мало. Надо так поменьше, ребята, рисковать. Мы с вами в элите. Две звезды. Сотый ранг. Это все начало только. Так, и вот здесь вот самое интересное. Я думаю, что я буду брать... Вот. Да, я возьму Славе. А нафиг мне вот здесь брать, ребят? Здесь золотой персонаж. А тут всего лишь, вон, смотрите. Бронза и серебро. Конечно же. Конечно же. Тут даже не обсуждается. Единственное, меня смущает... Так, погоди-ка. Надо все-таки взять на подстраховку, я думаю, Усаги. Почему Усаги? Ребят, ну Усаги дает обалденную защиту, да? И при этом еще может повесить контратаку. Что может быть имбовее? Так, смотрим сейчас, на кого упадет. Ой-ой-ой, смотри-ка. И на Усаги упала, и на Кейси Джонса. Так, кто у нас здесь? Кирби, да? Кирби у нас хилер, поэтому мы не должны позволять ему тут захиливаться. Ой, слабенький был удар. Да, также не забываем, ребят, что у меня Пит, который очень слабенький, потому что у него две бронзовые звезды по рангу. Да что ты? А! Так, ладно, давай сделаем вот так вот. Бомбанули. О, это ты зря, конечно, парнишка сделал Крис, это ты зря. Так, давай попробуем вот так. Ох, с удара просто Кирби, ребят, накрыли. Ну-ка. А вот здесь не получилось. Так, ну, хиляться пока не стоит, ребята. Тем более не забывайте, что у нас здесь два хилера. Это Пит и Рафаэль. Так, это было, конечно, мощно, но слабо. Давай-ка, бомбани еще раз. Красавчик Усаги, просто красавчик. Так, и это, ребята, 45 уровень, да. Только лишь из-за этого он так вот ложит этих ребятулик. Как говорится, шинкуем, как капусту. Ну, вот так, отлично. Я почему, ребята, взял именно Усаги здесь? И не только потому, что он может повесить контратаку и еще дополнительную защиту, но и потому, что он 100% должен был, как вы видите, всех ложить с одного удара. Ну что же, мы с вами в пятом ранге. Элита сейчас через бой буквально нас встретит тремя звездами, а мы с вами, ребята, выбираем Марка. Да-да, именно Марка 30 уровня, как вы видите. 31, 32 даже есть. Но это особая роль не играет, потому что мы будем уже начинать играть с сильными персонажами. Так, возьмем, наверное, с вами... Кого бы нам лучше здесь взять? Естественно, нам нужен массовый атак, и... Так. Давай возьмем, наверное, Микеланджело. Да, именно Микеланджело, потому что у него есть массовый выстрел из лука. Но у него тоже много массовиков и много захила. Давай проверим, как он сейчас будет выглядеть. Примерно. Хм, слабо. Очень, ребята, я вам скажу, слабо подействовал вот этот вот удар. Ну что это такое? Блин. Кого нам нужно ликвидировать? По идее... По идее, ребята, либо Ванька, либо Лео. Да е-мое... А, у него уже иммунитет. Постепенка не будет действовать. Все-все, я вспомнил. Да, ребят. Так, еще и захил, да? Два захила у него получается здесь. Ядрите... Ну, куда ты? Что ты творишь, а? Буржуйская ты морда. Ну-ка. Блин, живучий какой. Давай баллончик бросим в него. Е-мое. Отлично. Хотя бы так. И надо нам, наверное, наказывать уже, скорее всего, Леонарда, да? Или вот этого Лео. Попробуем, короче, так вот сделать. Хоба. Не упал. Так, а если вот так вот бомбанем? Отлично, ребятули. Так, что? Бомбочка опять полетит. У меня хиллер-то хоть один есть? Да, у меня есть, ребята. Это у нас Микеланджело. Но хиляет он очень слабо. Угу. Так, и вот теперь мы уже будем с вами бить Леонарда. Леонарда именно шокером. Все из-за того, что, ребята, у него иммунитет. Я не могу повесить непостепенный урон, ничего. Так, был небольшой отхил. У меня есть, ребята, тоже отхил. Это вот в роли кабана нашего, бибопа. Но, естественно, ребята, это будет все делаться в последнюю очередь, если вообще это понадобится нам. Так. Что же делать? Ну, давай попробуем еще раз пробить. Пониженный атак, ребят, поэтому не могу его пробить. Так легко и просто. Видите сами, да? Так, что он делает? Выстрел. Так, понятно. Пробиваем его на этот раз. Все. Ну что? Бибоп на бибоп, да, как говорится? Встретятся лицом к лицу два врата. Один в обычном костюме, другой в костюме кролика. И, кстати, ребята, я вот смысла, если честно говоря, не понял. Не понял смысла того, что нафига делать двух бибопов абсолютно практически одинаковых, да? Просто разные у них скины. Этот с гранатами там, да, с пулеметами. А этот просто в костюме кролика. Что это вообще означает? Что это, такие были персонажи или что? Нет соединения, подключитесь к сети, зашибись. Давай, ребята, попробуем повторить, что это за бред еще мне такой выписывают. Так, ну что, ребятушки, мы с вами, наверное, скоро попадем в Лигу Самураев. Да, и, кстати, бойцы-то уже пошли совсем-совсем не легенькие. Уже пошло золото. И ранг 35-й, а я еще до сих пор в 31-м, в 30-м копошусь. Естественно, мне придется для этих дел взять самого-самого, наверное, не самого сильного, который только есть, но довольно сильного персонажа, чтобы он мог с одной, как говорится, плюшки всех положить, чтобы особо здесь не разгуливался народ. И это будет у меня вот так выглядеть. Падают же. Да, ребята, они падают, как листья осенью с деревьев. Медленно, не спеша. Ладно. Тем не менее, ребят, мы с вами продвигаемся. От этого мне легче не становится. Мы с вами в Самурае 1 звезда. 60-я позиция. Почему не легче, ребят? Потому что у меня маленьких персонажей еще очень много слабых, да? Смотрите, уже 40-е уровни пошли. Уже 40-е. А я все еще на 32-х, ну, 30-е уровни, короче, у меня, ребят, здесь танцуют. Естественно, мне придется вот под это все дело подстраиваться. Хочешь ты или не хочешь. Но вот придется. Поэтому я возьму, наверное, здесь железноголового. И будем надеяться на то, чтобы у меня хватило инициативы все-таки успеть бомбануть ракетный залп. А мне хватает. Упадут ли они? Как всегда, Доня выживает, да? Был жив, да вышел весел, ладно, ребята? Тем не менее, все хорошо, все удачно пошло. Откатов у меня пока нет. Поэтому своих бойцов я вернуть не смогу. Вау, Самурай 2 звезды. Блин, я чувствую, сейчас еще будет круче ранг. Чувствую просто-напросто. И, ребят, уже до 40-х этих подошло дело-то. Блин, ну это не честно. Ты посмотри. Раз, два, три, четыре. Блин, я Леонардо не хочу брать. Ванька Стеранка вряд ли справится с одной плюхи. Рискую, ребят. Я рискую. Я взял Зека. Осознанно взял. Потому что я надеюсь, что он бомбочку свою бросит. Но там остается только на добивку. Если же не прокатит, это будет фиаско. Ну-ка, смотрим. Да, ребят, как я и говорил, только на добивочку. Поехал, Гега. Шикарно все у тебя получается. Пока. Давай-ка мы, наверное... Черт знает кого... Давай, нет, давай Леонардо. Потому что Донни еще, как говорится, до откатика долго. Вот, теперь можно бомбануть и Донника. Так, ну и Кабана добиваем, естественно, выстрелом. Ну, что же. Я считаю, что, ребята, идеально. Сейчас все было, все прошло круто. Никаких зацепочек. Не дали мы им шанс даже хода сделать. И продвигаемся дальше. Слушай, мы так быстренько с вами и до Сегуна сегодня доберемся. 36-я позиция уже. У нас еще боев целая куча. Единственное, что мне сложнее и сложнее становится свой уровень персонажа. Так, 42-й, 43-й. Да, у нас получается здесь такая штука. Ладно, я беру вот этих вот храпунов. И сюда же я возьму, наверное... Блин, Леонардо я не буду брать, ребят. Вот не буду и все сейчас вот в данный момент. 44-й, 45-й. Змей-ковьен. Я почему-то немножко сомневаюсь именно за мутагеноида. Мне вот как-то немножко он напрягает в плане того, что не рассыпется ли он. Все-таки бойцы такие 44-й и 45-й уровни, а у меня 40-е. Змей-ковьен, сразу скажу, с одной плюшки не уберет всех. Ладно, давайте не будем рисковать. Я уберу отсюда Лео. И на всякий случай мы с вами поставим сюда Карайку. Да, пускай будет 53-й уровень. Но, тем не менее, она хотя бы своими кунами сможет львиную долю здоровья у врагов уже отнять. А там уже, наверное, надеюсь, будут, ребят, добивочные. Слушай, нет, я ошибся. Не львиную долю мы здоровья отняли. Не львиную далеко. Вот, вот Змей-ковьен, это красава. Смотрите, как он приложил. Блин, Лео, ты задолбал своим... Ничего себе, ты хиляешь, ты... Еще и граната полетела. Ай. Так, ну-ка, давай попробуем удар. Практически ничего, ребят, этот удар не сделал. Плюшки-то тоже ничего не сделало. Так, давай-ка мы уберем этого парня с поля боя. И поставим себе, ребят, защиту дополнительную. Да. Так, теперь еще одна массовая атака. Е! Вот, смотрите, ребята, что нужно сделать Змей-ковьену, чтобы справиться с сорок пятым, сорок третьим уровнем. То есть две массовые атаки. Это рискованно. Но, тем не менее, мы с вами перебрались в Самурай Три Звезды. И, надеюсь, мы доберемся таким же, ребята, Макаром до Сёгуна. Да, именно до Сёгуна. Это наша цель сегодня. Попасть. Но персонажиков-то у меня все меньше и меньше. Так, берем Ванюшу. Да, берем Ванюшу. И вот давай, наверное, вот здесь вот. Раз, два, три. Надо еще взять кого-то такого более-менее сильного. И это, наверное, будет у нас Карайка. Слушай, нет, ребят, не Карайка. Давай возьмем лучше мы Провокатора. Провокатор это будет у нас Рахзар. Пускай он будет провоцировать этих ребят, чтобы они к нам даже носа своего не подточили. Так, по массовым атакам что там, ребят, у нас? Да практически ни у кого нету. А у нас? А у нас есть. Так, отлично, бомбанули. Слушай, у Слэша же должна быть какая-то массовая атака. Если не ошибаюсь, ребята, это... Когда он крутится, да? Да, вылетает в толпу и начинает крутиться. По-моему, это все-таки массовая атака. Так, что? Эйприл, блин. Вот Эйприл это какой-то мега просто хиллер. Чуф. Так, волна прошла и причем неплохо. Делает крит, да, и ускорение. А, у ворот почему-то... Ладно, не имеет значения, ребят. Погнали. Бумс. Неплохо отняли здоровье. Так, добивичный. И теперь, ребят, давайте, наверное, массовая атака бомбанем. Лишь бы попасть. Попали. Так. Отлично. И остается у нас только лишь Рафаэль. Правда, у него ворот, но это ерунда. Да. Потому что Рахзар, насколько, на 30 уровней его превышает. Естественно, ему это расплюнуть, пробить. Так-с. Ну, а для нас, ребята, хорошая новость. Мы с вами продвигаемся. На какую позицию попадем? 25-е. Да-да. Через бой, ребята, мы с вами уже окажемся в Сегуне. И смотри, как нам как везет. У нас выпадает Владимир. У него все персонажи практически на серебро, кроме Монда Гека. Это, я считаю, бонус. Даже несмотря на то, что, ребята, здесь 48-й, 46-й уровень. Так, 48-й, 46-й. Короче, где мои малыши тут? Вот она, незабвенная троечка малышей, да? И к этой, к этой куче, ребята, я поставлю, пожалуй... Хм... Пожалуй, я поставлю, знаете кого? Я поставлю Рафаэля. И во главе этого я поставлю еще Кирби. Так, 45-й, Рафаэль и Кирби. Ладно, я думаю, что этого будет достаточно. Единственное, хотелось бы, чтобы у меня Рафаэль сейчас не сплоховал и все-таки в первую очередь поставил на себя провокацию. Да, ребята, мне это удается. И, соответственно, мы уже, считайте, с вами в куражах. Потому что он будет с одной плюшки всех сейчас бомбить. Так, хорош. Монда Гека, получи, как говорится. Да, Гека, вызовем их ламонов этих. Пускай они им на голову упадут. Так. Отличненько, кстати, между прочим. И хиляться я пока не собираюсь, ребята, хиляться. Так, меткость. Меткость мы понизили. Так, Кирби, Кирби, ребята. Да, да, естественно, естественно, он будет захиливаться. Ну что же, нам надо повышение атаки сделать. Вот так вот. И уже будем сейчас, ребята, бомбить их. Так, тихо, тихо, ты пуль... Да, ребята, это очень опасно. Поэтому будем с вами захиливаться в обязательном порядке. В обязательном порядке. И у нас для... У нас для этого... Так, кто у нас там будет первым ходить? Кирби, Кирби надо... Ликвидировать. Я успею хоть захиляться-то? Эй! Черт. Ну-ка. Отлично так. Ха-ха-ха-ха-ха. Ребят, если по Рокстеди прилетит плюха... Фух. Молодец, молодец, Кирби. Но все равно... А, вот так он даже. Слушай, а почему, ребята, я... Я не понял. У меня на Рафаэле висела провокация. А почему тогда получалось так, что Рокстеди били? Там у кого-то стояла контратака, что ли? Я так понимаю. Короче, я сыграл на волоске, да? От гибели своими персонажами. Не посмотрев даже, что висело на врагах за бафы. Хе. Молодец, ё-моё. Ну что же, ребята, мы с вами в лиге. В лиге Сёгунов. Одна звезда. Я нас с этим поздравляю. Но на этом, как вы знаете, эпопея вся не заканчивается. А только наоборот, начинается. Фух. 45-е уровни только лишь будут сейчас у меня сыграны, да? А мы уже на полтинничка, грубо говоря, сидим. Так что берем здесь Микеланджело, конечно же. И, пожалуй, возьму я Криса Брэдфорда. Да, да. Именно этими ребятами мы сегодня будем разруливать ситуацию. Несмотря на то, что у меня малыши есть. Так. Так, танцулька. Все-таки 50% к у вороту. Это дорогого стоит. Оу, да еще есть и вот так вот. Ха-ха, защита у ворот. И Крит Атака шикарно. Я вам скажу так. Да твой иммунитет меня вообще не волнует, если честно. Оу-оу-оу-оу. А. Фу-то он хиляется. А зачем? Ума не приложу. Так. Угу. Так, ну что, погнали. Начинаем, ребята, разбирать их. Шредер, шредер. Ладно. Давай еще пробафимся маленьче. Ой. Черт, это не баф был. Это была Атака. Должна была блокировать, но так как у них иммунитет висит. Эй, хорош уже Сплинтер моему бомбить. Блин, мимо? Почему мимо? Так, а так сможем пробить в конце концов? Отлично. Ты смотри, ребята, они хотят просто меня Сплинтер уничтожить, а? Приходится вот так вот делать из-за него только. Блин, еще что ли? Ага, в Куныичи бомбомнул. Так, что, кто? О, давай попробуем, ребята, взяться за Рокстеди. Так, пробафаемся маленечко. Что нам повесит? Сейчас какую-то ерунду повесил, если честно. У нас уклонение, ребят, с вами исчезло. Вот что я хочу сказать. Без уклонения это будет плохо. Так, что, бомбочку опять бросает, да? Ладно. Надеюсь, выживем мы. Щит, ребята, я не могу захиляться. То есть, я захиляться могу, но на Куныичи это не прокатит, потому что... Потому что, ребята, у нас стоит запрет. Запрет на хил. И сейчас будет хана ей. Да, ребята, вот так вот меня здесь обманули. Зря я, конечно, здесь понадеялся на Криса. Нет. Микеланджело все нормально здесь делал. Все как надо. Он отработал на 100%, ребята. Но просто не хватило мне героев, которые смогли бы просто наказывать моментально. Да и к тому же вот этот вот запрет на хил, который тебе вешают. То есть, я даже не смог захилять. Если бы мне сейчас бы хилечку один прокатил бы, да? То все бы у нас, наверное, было бы хорошо. Ну, а так без вариантов. Блин, ну потерял бойца. Ладно, что же делать? Как будто, ребята, нам впервые, да, с вами? Не хотелось, конечно, терять. Ну, уж так вышло. Ладно, может быть, мы с вами все-таки все, гон, две звезды. Хотя, вряд ли мы с вами туда проберемся. 82-я позиция, да? И нас кидают на 52-ю. А если бы никто не погиб, мы бы где-то были на 30-й позиции. Вот так, ребята. Это вот очень сильно влияет, когда ты теряешь одного бойца у себя в отряде. Очень сильно влияет. Так, ну давай попробуем тогда, наверное, доиграть. Доиграть вот таким вот образом. То есть, мы еще с вами два боя сделаем, да? Вот этот первый и потом еще заключительный. Надеюсь, там у меня никто не ляжет. Ну что, будем делать вертушку от Леонарда сразу же в первую голову, как говорится. Надеюсь, они все упадут. Нет, они не упали все. Шреддер тут что-то выеживается. Давай, ребят, тоже в ответку ему. В ответку. Я думаю, что должны пробить. Да, мы пробили их всех. Отличненько. У нас идеальная победа. И, соответственно, мы... Слушай, мы можем даже сейчас, ребята, взлететь. Смотрим. Нет. Еще пока нет две звезды. Но, видите сами, седьмая позиция. То есть, еще буквально один последний, заключительный у нас остается бой. И я, пожалуй, возьму Тамерлана, да? А почему бы и нет? У него очень много серебра. Раз, два. Пускай у него даже немножко уровень повыше. Но у нас... Ребят, ну, смотрите... А, нет, подожди-ка. Я думал, у нас все тютелька в тютельку. Мы отыграли всех бойцов. Шиш там. У нас остается непрекаянным почему-то. Паукус. Вот такая вот, ребята, у него доля. Так, а подожди. Он же у меня 51 уровень. Может быть, вместо него... Так, погоди, погоди. Да, он 51 уровень. Я думаю, что можно взять вместо него... Вот так вот. Да. Мне кажется, так будет лучше. Ну что же. Последний бой, ребята, мы с вами отыгрываем, да? Я надеюсь, хорошо сыграем. Крик. Ага. На Криса понижение скорости пошло. Видите, да? Так. Оу. Тигр. Тихо, тихо, тихо. Вот, значит... У меня... У меня хила нету, да? У меня, блин, нету хила. Кто там сейчас будет первым ходить? Твою мать. Леонардо будет ходить. И Крис будет ходить. А у меня кто? А у меня, ребята, к сожалению, пока никто. Мы тигра с вами теряем. Мы с вами сейчас потеряем тигра. И вы скажете, что нет? Да, ребята. Это уже все просчитано. Я уже столько боев провел, что уже наугад знаю наперед, блин, кого и как они будут бомбить. В какой последовательности упыри. Надо же. Почему тигр так сдулся быстро? Мой шархан 50 уровня. Четыре золотые звезды. И так, ребятушки, сдулся. Подвел, конечно, меня. Подвел Яшка. Ну что, ребятулечки. На этом, пожалуй, мы и будем с вами завершать этот видосик. Всем большое спасибо за просмотр. Как говорится, мы увидимся с вами в следующей серии. А с вас, ребята, комментарии по поводу того, кого мы будем переводить с вами в золотой ранг. Вот, ребята, это, как говорится, раз, два, три, четыре, пять. Десятка персонажей, которых мы можем перевести именно в любую секунду. Так что жду ваших комментов. Ну а с вами был Рэй. Всем удачи и до новых скорых видосиков. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»